Библейский портал экзегет.ру представляет А может быть уже произошло, когда писалась эта глава Трудно сказать, она не про Вавилон Хотя Вавилон это ее основное содержание Скорее про дом Иакова, он же народ Израиля Который возвращается к себе домой И вот откуда он собственно возвращается 47 описывает то, что происходит с Вавилоном Как у нас дочь Сиона встречается И это конечно Иерусалим Это народ израильский, иудейский Так в 47 главе начинается все с Вавилонской Девы Вавилонская Дева На землю спустись и садив пыли Твоего престола больше нет На землю спустись звучит немножко странно Но на самом деле очень хорошо рифмуется 46 главой Где говорится о идолах, о вавилонских божествах Которые прежде носили на процессиях торжественных А сегодня их тащат просто как военные трофеи И вот Вавилон, центр языческий Не только политический, культурный Соответственно спускается на землю В том смысле, что вот вся его Вот эта языческая религия Она оказалась абсолютно земной Да, вот это всего лишь набор трофеев Которые новые завоеватели Персы и медиане везут к себе На землю спустись и сиди в пыли Твоего престола больше нет Впретье уж тебя не назовут Роскошной красавицей дочь халдеев Халдей обычное выражение Один из народов Междуречия Вавилонии Ну, соответственно, как, скажем Советский Союз называли Россией Вот Вавилонию часто называли Страной халдеев По названию одного из народов Достаточно известному Бери зернотерку, мели муку В общем-то работа, которую в любом хозяйстве Делала обычно служанка рабыня Нужно было намолоть муки Зерно хранили именно в виде зерна Печеный хлеб делали в каждом доме самостоятельно Ну и намолоть на ручной мельнице зернотерки Довольно тяжелый труд Это такая каменная штука Высыпают на плоский камень зерно Потом берут другой камень поменьше И начинают тереть по этому зерну Поэтому вот самая главная задача рабыни, служанки Это каждый день молоть зерно Бери зернотерку, мели муку Снимай покрывало, задирай подол Голоногой переходить станешь реки Наготу откроешь, покажешь свой срам А это, конечно, про пленниц, которых куда-то ведут И они переходят реки Соответственно, им приходится обнажиться Но это обнажение, это не просто такое вот действие для того, чтобы одежду не замочить Но и еще, конечно, ситуация позора Я отомщу, и никто не воспротивится Имя избавителя нашего Господь Воинств Святыни Израиля Соответственно, напоминание О том, кто на самом деле Настолько изменил судьбу Этой самой дочери Вавилона Сиди тихо Ступай во мрак, дочь Халдеев Впредь уж тебя владычицей царей не назовут Было я прогневался на мой народ Разорил собственный удел Предал их в твои руки А ты милости им не явила Тяжкую ношу на старца налагала Ну, вновь и вновь одна и та же мысль о том, что Плен, о том, что бедствие, разрушение Иерусалима, изгнание народа Это не просто какая-то внешняя политика Это не просто какие-то неурядицы, которые постигли этот народ По тем или иным причинам Но это наказание от Бога И Вавилон, как и любой другой завоеватель Как и любой другой народ, который идет войной на израильтян Это всего лишь инструмент в божественных руках И при этом он может, что называется, от себя добавить этой жестокости Или, наоборот, смягчить эту участь А это уже его ответственность То есть дело не в том, что Вавилон — это такой бездушный инструмент Которым Господь пользуется, а потом его отбрасывает А с каждым народом или с каждой страной Как и с каждым человеком свои отношения И у каждого есть место в некотором божественном замысле Это место может быть действительно вот той силы, которая наказывает израильтян Но как себя ведет эта сила Говорила ты, владычество мое вечно Не задумывалось, что будет после Ни о чем таком не помышляла Так выслушай теперь, неженка Живущая так беспечно, говорящая себе самой Вот она я, и нет мне подобной Ни за что не останусь я вдовой Бездетной никогда не буду Обе беды нагрянут к себе разом Вдовство и бездетность Сполна тебе придется их изведать Несмотря на великое твое чародейство На все множество твоих волхвований Понятно, что судьбы народов достаточно переменчивые И великие империи сменяют одно на другое И нынешние народы тоже испытывают разные периоды своей истории Мы это прекрасно знаем Ну и обычная история, когда все хорошо Вот она я, и нет мне подобной Ни за что не останусь я вдовой Бездетной никогда не буду Но в наше время, допустим, мы говорим о том Что там цена на нефть никогда не упадет Или что-нибудь еще никогда не случится Рассчитывая, что нынешнее благоденствие Оно навсегда Забывая о том, что оно не всегда было И о том, что оно обусловлено какими-то причинами Нам не всегда подконтрольными И в древнем мире, конечно, остаться вдовой и быть бездетной Это самое страшное, что может постигнуть женщину Потому что они тогда никто не заботится Ни муж, ни дети Обе беды нагрянут тебе раз в вдовство и бездетность То есть вот пришло именно то, чего страшилось Несмотря на чародейство и волхвование А что такое чародейство? Ну вот отношение с Богом, единобожие Это ситуация, когда человек, народ, община, общество Хотят договориться с ним Хотят каким-то образом вступить в союз, в завет с ним А язычество, при том, что оно может быть очень сложным И культурно развитым, как в той же Вавилоне И с многими этическими нормами Оно построено на том, что мы с помощью каких-то Таких вот обрядов, практик, религиозных, духовных, ритуальных Пытаемся обеспечить себе благополучную судьбу То есть инструменты здесь уже как раз эти самые божества Обряды, которые призваны нам создать хорошую жизнь Рассчитывала ты на свое злодейство Приговаривала, никто меня не видит Сбили тебя с пути, твоя мудрость, твое знание Ты сказала, вот она, я, и нет, мне подобный Действительно, Вавилон — это центр и культуры Ну, не науки, тогда трудно говорить О науке, но знания, скажем, древности Мы до сих пор шестидесятками считаем минуты и секунды Так же, как в Вавилоне не считали шестидесятками И, скажем, астрономия, еще в виде, может быть, астрологии Зародилась именно там, как и многие другие вещи То есть это действительно культурный центр Да И мудрость и знания неплохи сами по себе Но они сбивают с пути и заставляют думать Нет, мне подобный Нагрянет беда и не будешь знать откуда Может быть, вариант перевода Нагрянет беда и избежать ее не сумеешь Свалится несчастье и предотвратить его не сможешь Настигнет погибель неведомая прежде Так давай займись волхованием и всеми своими чародействами В которых ты с юности поднаторела Глядишь, они тебе помогут Может, кого и испугаешь То есть, в чем смысл, да, вот этих всех практик Гадательных и волшебных Ну, ровно в том, чтобы узнать будущее Это постоянный мотив, что Господь объявляет будущее А языческие божества не могут Ну, либо его изменить Либо каким-то образом отвратить плохие варианты Истомило себя множество советов Так пусть выступят теперь, пусть помогут Те, кто небеса наблюдают, считают звезды, возвещают сроки Что же с тобой будет? Но они, как солома в огне, сгорели Не спасли себя самих от пламени Не осталось у них ни углей для обогрева Ни костра, чтобы перед ним посидеть Помните, вот в начале 40-х глав А мы сейчас на 47-й Был такой комический эпизод Когда человек из деревяшки половину пускает на костер Для того, чтобы себе еду приготовить Ну и вообще посидеть перед огнем приятно А и вторая половина делает себе божество И падает перед ним ниц Как это глупо Вот так и здесь сгорают в огне Эти самые гадатели, прорицатели, волхвователи У них не остается даже для того, чтобы костерка Разжечь вот этой первой половины деревяшки А уж тем более идолов у них отобрали или уничтожили Вот чем стали те, с кем ты трудилась С кем от юности своей вела дела Разбрелись все в разные стороны И спасать тебя некому Ну а это, конечно, разительный контраст С судьбой Иакова или Израиля Народа, у которого есть святыня Народа, у которого есть Господь воинств Ну и к нему вернется в следующей главе наш пророк С судьбой Иакова